одна моя знакомая говорит, я хочу замуж. Я говорю, понятно. Но у меня что-то странно как-то все. Или я люблю человека, но он меня почему-то не любит. Или меня любит человек, но я его почему-то не люблю. Я говорю, есть причина на это. Но ты сейчас, когда я это скажу, не поймешь, о чем я говорю. Она говорит, ну скажи, скажи. Я говорю, потому что ты сильно хочешь любви и замуж. Ты сильно этого хочешь. Слишком сильно. Так как ты слишком сильно этого хочешь, ты сильно перетягиваешь любовь на себя. И встречаешь таких людей, кто точно так же сильно это хочет. И перетягивает у себя, у тебя, любовь на себя. Она говорит, а что делать? Ну я бы хорошо. Вот я согласилась. И что делать? Я ей сказал, что делать. Только один выход. Научиться любить Бога и успокоиться по отношению к людям. Тогда Бог даст человека, и ты сможешь с ним жить. А если ты этого не можешь сделать быстро, тогда надо принять того, кто тебя любит, даже несмотря на то, что у тебя к нему нет чувств. Женщины не расстраиваются спокойно. Я не буду говорить подробностей. Могу сказать, что в этих отношениях она не справилась с собой. Потому что ей хотелось быстрее всего. А это невозможно. Нужно ждать. Понимаете, разумные женщины должны знать, что если уж говорить на эту тему, то надо знать, что для женщины есть только один путь нормально вообще выйти замуж. Один путь. А второй путь вообще очень опасный. Только один путь. это так себя вести, чтобы тебя полюбили. Кто полюбил? Хороший человек. Потому что, когда мужчина полюбит, он добивается отношений. Женщина не будет добиваться отношений. Если женщина полюбила, она теряет себя все сразу. Вот она полюбила, забудьте этого человека. Полюбили кого-то, забудьте его, все. Одна девушка говорит, я люблю молодого человека. Я сразу вопрос. А он ухаживает за вами? Он добивается отношений? Говорит, а он еще об этом не знает? Я говорю, все, ставьте точку. Забудьте об этом. Это патовая ситуация. Почему? Потому что, если вы уже потеряли себя в отношениях с ним, то как тогда он себя потеряет? Другая девушка спросила, Олег Геннадьевич, как выйти замуж? Я говорю, чтобы выйти замуж, надо стать такой сильной, как женщина, чтобы сбить кого-то из мужчин с ног. Сильная означает радостная, самодостаточная, независящая от мужчин. И тогда красивая. Это красивая означает, девушка. Красивая означает, очень сильно любит людей, всех заботится, самодостаточная и независимая от мужчин. Очень красивая, значит. Все будут пытаться, как бы ухаживать, заботиться. А ты смотришь, что ты выбираешь. Сильная позиция такая, женщина. И потом, кто-то понравился, слаз под ножку ему. Лобнулась. И все. Его повело сразу. И дальше надо так себя вести, чтобы он совсем себя не потерял. Ну и с другой стороны, чтобы не забыл. Одна девушка говорит, я что-то отстраняюсь от своего парня, мы с ним встречаем, что-то он мне уже не пишет. Ну если ты думаешь, что рыбка всегда будет именно на твой крючочек как бы лезть. Крючочков много вокруг. Червячков тоже. Надо как-то показывать, о себе давать знать. Иначе ничего не получится. Но сначала надо понять вот эту тему, что если ты сильно замуж хочешь, зависишь от мужчин. Он тебя посмотрел, ты уже сразу себя теряешь. Вообще тогда никогда не выйдешь замуж. Вот посмотрели на тебя, а ты не обращай внимания. Ну чуть-чуть так порадуйся за него. Ну как правильно? Вот как правильно? Правильно примерно вот так. Вот если такое поведение, то девушка всегда выходит замуж. Вот так вот. Ну то есть сильная внутренняя позиция по отношению к энергии любви не потерянная позиция, а сильная. И терпит она, терпит, ждет. ПЕСНЯ 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 Вот это правильная позиция. Если увиделось, все, можешь расслабиться. Ничего не будет. А если что-то получилось, думаешь, что-то странно какой-то. Улов не тот. Это мелкотня все попадает. Если ты сама ведешь себя как мелкотня, тогда и попадаться будет мелкотня. А если ты крупная рыбка такая, самодостаточная, радостная, всех любишь, всех заботишься, себя не теряешь, тогда не мелкотня будет попадаться. Алина Ильич, а как такое стать? Надо продолжать просто. Продолжать. Развиваться как личность. Сильный штангист поднимает, большую штангу, слабый, маленькую. Так и у женщины, когда она служит обо всех, заботится обо всех, забыла про себя в отношениях с людьми, она становится очень красивой. И самодостаточной, потому что в ней хватает так любви в жизни, в отношениях, все. Классно? Но это очень трудно так жить. Легче мечтать.